добрый день дорогие друзья мы с вами находимся в автосалоне про тюнинг автотрейд а за мной находится mercedes-benz gls 2020 года выпуска с одним владельцем и пробегом 16000 километров давайте познакомимся с ним поближе как вы могли заметить этот gls 63 модификации амг вообще что такое мг это изначально было отдельное подразделение которое никак не относилась mercedes у люди покупали автомобили mercedes дорабатывали их технически делали из них просто одни из самых быстрых автомобилей в своем классе которые участвовали в гонках их выигрывали mercedes это заметил и со временем выкупил компанию амг тем самым мы имеем автомобили которые уже с завода имеют те модификации которые как бы считаются незаконными то есть это как будто бы тюнинг но сейчас автомобиль выпускается с заводы мы имеем этот прекрасный набор опций технических технологических в общем который автомобиль делает максимально быстрым комфортным и самым лучшим своем классе но теперь давайте перейдем к самому автомобилю что мы видим изначально этот агрессивный бампер который показывает что это 63 версия фирменная вертикальная решетка амг которая ставится только на такие версии современные фары мультибим который обеспечит вам самый лучший свет самую плохую даже погоду огромные 23 легкосплавные диски с алмазной проточкой по лицевой части и шильдиками амг опять же спортивный вид очень агрессивный за ними находится спортивная тормозная система перфорированные тормозные диски также окрашены в красный цвет порошковой краской суппорта с логотипом амг задней части автомобиля мы видим безумно красивые фонари мне лично очень нравится также у нас идут спортивные насадки выхлопа это тоже стиль именно 63 машина mercedes такие ромбовидные насадки по две штуки с каждой стороны диффузор также это отсылка к спортивным автомобилям нам все абсолютно намекает на спорт но несмотря на это этот автомобиль может быть таким унифицированным то есть тут есть крепление под фаркоп штатное вы можете зацепить туда прицеп и возить свои вещи или какую-нибудь технику также что можно заметить точнее чего нельзя заметить это то что здесь нет камеры заднего вида на самом деле она есть она просто прячется это очень важная мелочь для автомобиля потому что она очень часто становится грязным задняя часть автомобиля очень много завихрений появляется воздуха грязи все это налетает на камеру и при нужде когда вы используете она грязно ничего не видно через нее поэтому у mercedes она прячется внутрь когда вам необходимо выключать заднюю передачу она открывается его совершенно чистая камера показывает вам идеальную картинку на экране мультимедиа особые фанаты оценят настоящий породистый выхлоп 63 версии давайте послушаем на автомобиле имеется бесключевой доступ абсолютно на каждой двери то есть вы подходите машина уже сама открывается и вы садитесь салон также чтобы не хлопать дверьми очень важно имеются доводчики дверей пойдемте в салон расскажу подробнее в салоне мы наблюдаем обилие роскошных дорогих элементов это алькантара на руле полностью у нас потолок где-то за кантары карбоновые вставки на панели также на руле на дверных картах и все остальное у нас сделано в коже особое внимание хочется уделить алькантаре на руле не все опять же знают зачем это нужно это тоже пошло из автоспорта потому что алькантара обеспечивает максимально удобный комфортный хват руки очень хорошо цепляются за руль у вас никогда не будет кого-то проскальзивания поэтому это тоже пошло все из автоспорта это нам еще раз напоминает что это а м г настоящий руль у нас имеет себе спортивные лепестки переключения передач по бокам снизу у нас также имеется переключение режимов езды открытие заслонок и дополнительный настройки которые краски влияют на производительность автомобиля за рулем мы наблюдаем огромный экран который расположился почти на пол салона включает себя саму приборную панель классического справа и от нее идет мультимедиа в которой есть очень много различных настроек можете настроить комфорт в автомобиле либо включить например режим амг то есть в автомобиле с завода даже предусмотрена телеметрия если допустим выйдете на горящий трек вы можете без дополнительных устройств понимать какое время вы выдаете на круге настройки амг приложение mercedes и различные настройки самого автомобиля на центральной консоли у нас имеется тачпад которым мы управляем как раз таки с самого мультимедией выбора режимов езды и снизу отдельная панель которая отвечает за такой перфоманса мг то есть это открытие закрытие заслонок настройка подвески в спорт режима либо в комфортное поднятие либо опускание пневмоподвески отключение стабилизации и также выбор режимов езды а на двери мы наблюдаем классическую в стиле mercedes регулировку сидений полностью можно настроить есть огромное количество различных режимов как вы можете ехать также на сиденьях имеются подогрев и вентиляция и очень крутой очень классный массаж который я лично обожаю на mercedes это одна из моих любимых функций на этой машине поэтому обязательно стоит это попробовать на центральной консоли заднего ряда мы наблюдаем четырехзонный климат-контроль его настройки и под ними две тайп си зарядки для того чтобы заряжать ваши гаджеты кстати обратите внимание как комфортно я сижу сколько места у меня еще в ногах действительно большой автомобиль который подарит много места абсолютно всем кто здесь будет перемещаться несмотря на то что из третьего ряда комфортно вылезать для такого автомобиля там не очень много места в принципе для детей это будет самое то также там имеется у нас тайп си зарядкой для ваших гаджетов и подстаканники для каждого пассажира один слева один справа в багажнике мы сейчас сложили третий ряд и наблюдаем насколько огромным он стал абсолютно все что вам необходимо уместится именно сюда также есть дополнительные крючки для того чтобы закрепить вещи которые будете переносить на нижних частях по бокам и дополнительно еще с двух сторон слева и справа также здесь имеется прикуриватель от которого можете заряжать вашу технику также мы видим цельную панораму которая проходит через весь салон и еще визуально расширяет пространство которое здесь в принципе и так немало его становится еще больше а под капотом у нас установлен 4 литровый v8 бензиновой мощностью 612 лошадиных сил фишкой этих моторов mercedes является то что на каждом моторе есть табличка с подписью того кто собирал этот двигатель в итоге mercedes-benz gls это автомобиль который пестрит роскошью инновациями и мощностью если вы хотите познакомиться приобрести этот автомобиль приезжайте к нам в протюник на улицу российская двести шестьдесят три и смотрите на него вживую и а и а и и и и и Продолжение следует...